К позициям украинских военных пробираемся сквозь густой туман, видимость несколько десятков метров. Из-за тумана сегодня на передовой относительное затишье. В небе нет беспилотников, противник ждёт, когда мгла рассеется. Пользуясь моментом, можем спокойно пообщаться с командиром одного из подразделений. Его задача – получить координаты и передать на батареи для отработки по цели. На Бахмутском направлении мы обеспечиваем жизнедеятельность и боеспособность мотопехотных батальонов огневой и артиллерийской поддержкой. По данным артразведки, мы обрабатываем цели, которые они нам подают, пересчитываем их в удобные для использования теми ребятами, которые непосредственно ведут стрельбу, цифры. Они там всё знают, что дальше делать. Подаём команду для ведения стрельбы. Противник очень активизировался на этом направлении уже издавна, начиная с июня. Но теперь в конце года их стало намного больше. Натиск интенсивнее, обстрелы тоже. Николай нес службу на Бахмутском направлении ещё в 2014-м. Ему есть с чем сравнить нынешнюю тактику боевых действий противника. В 2014 году их не было так много, не было полномасштабного вторжения. И тогда они хотели представить, что тут вроде как местные какие-то шахтёры, какие-то трактористы воюют и так далее. Теперь же они не скрывают здесь своих профессиональных военных. Плюс к профессиональным военным тут уже есть и преступники, которым разрешили воевать, наёмники и разного рода мобилизованные, трупами которых они просто-таки по своим принципам жуковским выстилают поля, заграждают реки. У вагнеровцев видно, что у них лучше подготовка, чем у простых мобилизованных. Им же за это платят деньги, поэтому они стараются их отрабатывать. Но у них нет чёткой мотивации. Если мы знаем, что за нами Украина, за нами наши семьи, то они, я не знаю, как они себя мотивируют. Выдвигаемся на одну из позиций, где замаскирована самоходная артиллерийская установка. Это 2С1 «Гвоздика». Сзади меня вы можете видеть самоходную гаубицу, с 12-го калибра, которая находится на вооружении вооружённых сил Украины. Хоть это и советского образца гаубицы, но она хорошо показала себя в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда 24-я бригада имени короля Данила находилась на позициях Луганской области и сдерживала атаки противника на Попаснянском направлении. Сейчас эта гаубица помогает нашим украинским армейцам сдерживать России и россиян на Бахмутском направлении. Бойцы артиллерийского расчёта рассказывают нам о технике. Экипаж САУ состоит из четырёх человек. Это боеукладка, там дальше башня, там экипаж сидит. Крайнее место наводчика. Над наводчиком командир пушки. С правой стороны там стоячее место. Там заряжающий. Поступает команда. К бою наш экипаж занимает машину. Затем по радиостанции передают координаты и говорят, какой снаряд надо зарядить. Например, осколочно-фугасный. Затем принимается решение, какой нужен заряд. Есть полный заряд. Тогда снаряд летит значительно дальше, а есть уменьшенный. Я достаю заряд. Перед тем, я сейчас это делать не стану, мы досылаем снаряд чуть-чуть дальше, чтобы зашла гильза, поднимается затвор. По готовности наводчика нашего снимаем с предохранителя и выстрел. Пока армейцы показывают и рассказывают о гаубице, поступает команда. К бою. Мы отходим на безопасное расстояние и наблюдаем за работой артиллерии. Несмотря на успехи украинских военнослужащих, на фронте армейцы понимают, что многое сейчас зависит от поставок вооружения европейскими партнерами. На этой позиции мечтают поработать на немецкой панцирь-гаубице 2000. Чтобы мы сдержали наступление той орды, нам нужно лучшее вооружение, которое будет эффективнее и нам не будет так тяжело. Тут не только наша независимость. У нас вообще война за европейские ценности. За то, чтобы каждый человек был равен перед законом, а не пользовался правом силы. Потому что россияне хотят навязать нам право силы. Украинские армейцы понимают, что Новый год придется встретить на позициях с оружием в руках, чтобы не дать противнику захватить новые земли. Но бойцы готовы на это ради территориальной целостности Украины. Когда будет победа, уже действительно наша победа, а за победой последует мир. Мечтаем отстроить Украину и сделать ее на уровне европейских стран. Чтобы мы были не каким-то придатком какому-то там миру. Тем более, чтобы нас не равняли с Россией. Потому что мы совсем другие. Анастасия Волкова, Артем Воронин. Из Донецкой области. Для телеканала Freedom.